В целом-то я выгляжу как обычный нормальный человек, но бывают моменты, когда моё ебало корёжит от только что пришедшей в голову мысли. Я слишком сильно проникаюсь триггером, который вдруг нагрянул на меня. Вспоминаю ту неловкую ситуацию, которая была очень давно, но под землю провалиться хочется именно сейчас. И шепчу себе под нос, боже, надо было тогда сдохнуть, почему-то меня не убил. И не испытывать этого позора перед людьми. Хотя те люди и не поняли даже, что меня что-то смутило. Они вообще меня не заметили. Каждый день это какая-то лотерея. То ли я проснусь и скажу себе, блядь, почему я не сдох во сне, или, о боже, какое прекрасное сегодня солнце светит мне прямо в глаз. Вообще кажется, что мысли в мозгах живут сами по себе, потому что именно по этой причине вчера идея в моей голове вызывала восхищение. А сегодня я рад, что никому не рассказал об этом ёбаном бреде, который вчера придумал. А то бы меня точно в дурку сдали. Поэтому я завидую тупым людям. Не в прямом смысле, конечно, завидую. Это я так для светских слов сказал. Но, блин, гораздо сложнее быть тупым, осознающим свою тупость, нежели тупым, который думает, что он умный. Поняли мою суперскую логику? Иначе говоря, для них каждая мысль это порыв гениальности для тупых. И их не убедить в обратном. Мол, привет, а ты не думал, что ты, может быть, не прав? И первый вариант, который ты слышишь, это, нет, ты что, я верю в себя и в свои силы, у меня всё получится. А второй вариант, это просто, слышь, ты чё, бля, ебать, сказал, сука, ща я в ебло дам. К слову, о тех, кто верит в себя, хотите увидеть человека, которого реально не сбить с пути? Про такого ещё можно сказать, мол, он верил в себя, даже когда все отвернулись или уткнётся в стену, проломит. Да, это каратист бесконечностей. Как война бесконечностей, только каратист. Что он делает, я не знаю, и как на это реагировать, я тоже не знаю. Ну, думаю, ему просто никто не сказал, что он инвалид. И, конечно же, ещё у Гара добавляют комментарии. Большое уважение, брат, ничто не может остановить волю сердца. Только инфаркт, наверное. Блядь, реально, кого он пытается отпиздить? И интересно, за какой такой смертельный номер ему дали, блядь, сука, чёрный пояс? А хотя, я, кажется, догадываюсь. Блядь, ну, как вариант. Злые люди хотя бы намекнули, мол, чувак, а как ты думаешь, почему ты ниже нас ростом? Поверьте, я не думаю смеяться над ним. Всегда, кстати, используйте эту фразу, когда кого-то подъёбываете. Ведь в видеоблоге часто применяют эти обороты, мол, «Ты страшилая, ебло твоё похоже на протухший суховрук, но без обид, чувак. Я ни в коем случае не пытаюсь тебя оскорбить. Я тебя не оскорбляю, но ты реально урод». Наверное, более бесполезного занятия не найти. Тут, будучи здоровым, ты считаешь себя ненужным и думаешь начать торчать на героине, а этот он и без члена поебётся. Вот про таких людей я и говорю. Иногда хочется, знаете, отупеть, чтобы не волноваться по эрунде, не загоняться в депрессняк по только что выдуманной причине. Поэтому, если человек глуп, туповат, то у него меньше загонов, меньше стеснения, и у него самооценка выше. Хотя, если у тебя самооценка низкая, и ты часто загоняешься, то это не значит, что ты умный. Да, ну и похер вообще-то. Спасибо за просмотр. И помни, твоя жизнь, она только твоя. И зависит не только от тебя, кстати говоря. Хрен знает, от кого она зависит. Она вообще какая-то хаотичная. И, возможно, ты даже умрёшь сегодня во сне. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok